Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу мы разберем с вами ситуацию на криптовалютном рынке. Разберем с вами вот этот вот импульс по биткоину, также затронем ситуацию по реплу. На прошлом стриме, ну и, соответственно, в своей группе, я, кстати говоря, что касается группы, напоминаю, что в течение этого месяца у нас акция 12 долларов стоит вступление на один месяц. Форму на вступление вы можете найти в описании под роликом. И в том числе, там есть еще куча полезных ссылочек, в том числе, это регистрация на Binance с бонусом на все торговые комиссии, регистрация на CECS, ну и другие. Короче говоря, с довольно большой вероятностью нам сейчас показали ложное пробитие по ходу к уровню глобального сопротивления. Напомню вам, что глобальное сопротивление у нас находится на уровне 12200-12400, вот такой вот канал. Это такой довольно знаковый мощный уровень, который мы с вами можем отслеживать в истории. Но сейчас, после того, как мы с вами вернулись опять к проторговке под глобальный канал, в канал среднесрочный, который был раньше, мы с вами должны разобраться, какие с большей вероятностью нам стоит ожидать локальные движения, ну и, соответственно, среднесрочные. Также вкратце затронуло свои соображения глобальные относительно ситуации на криптовалютном рынке. Добро пожаловать на график, мы начинаем. Довольно быстро и концентрировано сегодня пройдемся по графику. Сразу хотел бы открыть на более-менее крупных таймфреймах, четырехчасовых, данную ситуацию, обозначить канал проторговок. То есть, вот, увидите, соответственно, у нас, ну, на данный момент это уровень сопротивления. Ну и плюс-минус, вот у нас проторговочки, это уровень поддержки. Да, в принципе, совпадает все. Сейчас мы вернулись, но что здесь очень важно? Мы, соответственно, на пробитии канала, в принципе, здесь, по-хорошему, уже на пробитии локальном, мы должны были получить довольно неплохого покупателя, плюс срыв стопов. Это движение мы получили, но подтверждение какого-то, каким-то очень сильным, ярым объемом на пробой вот этого уровня, не то, что мы идем с вами на, там, 12, 13, 14, 15 тысяч, мы не получили, потому что такого объема просто не было. На самом деле, довольно интересная ситуация, то, что если смотреть зарубежный YouTube, там как-то все очень уж жестко топят за лонги, и на самом деле даже у нас в СНГ пространстве ребят, которые ведут криптовалютные каналы, даже те, кто топит и смотрит в лонг, так сильно, ну, без такой эйфории об этом говорят, потому что все понимают уровень рисков, уровень рисков здесь, конечно, очень высокий. В общем, мы с вами протестили уровень глобалки. Какая здесь должна быть формация, если мы по-хорошему должны были бы пробивать глобалку? То есть, ну, обозначим, там, следующий уровень сопротивления у нас находится плюс-минус в уровне, там, 12 800 долларов. Мы по-хорошему должны были выйти за этот канал, его протестить, да, вполне логично, то, что сразу сопротивление не было бы пробито, но мы здесь не должны были получить какого-то суперсильного протопца, то есть, по-хорошему, мы должны были здесь остановиться и потихонечку с занижением волатильности тестить, тестить, тестить эту глобалку, ну, и дальше, соответственно, идти на пробой. Нет же, от уровня сопротивления здесь вот на крупных таймфреймах это видно послабее. Давайте откроем с вами немножко пониже таймфреймы. Мы с вами наблюдаем то, что мы встретили довольно агрессивного продавца, который нас очень быстро вернул в канал, соответственно, который я вам только что показывал, что, в принципе, подтверждает, что с большей вероятностью здесь мы с вами наблюдали формацию ложного выхода за канал, возврат, ну, и, соответственно, с большей вероятностью, это как какого-то сильного, то есть, можно было бы рассмотреть это как коррекцию данного движения, но если бы мы с вами рассматривали это движение, ну, вот здесь движение как коррекцию, оно бы где-то вот здесь бы уже остановилось. Нет, это именно целенаправленные продажи и возврат в канал. Соответственно, если мы уже отталкиваемся здесь среднесрочно, то, что с большей вероятностью среднесрочно мы с вами будем в рамках вот этого вот среднесрочного канала тестить его нижнюю границу, а именно это где-то уровень там 11100-11300, то есть вот куда-то сюда мы с довольно большой вероятностью в средний срок должны будем прийти. Опять же, отталкиваясь от того, что здесь, в принципе, и на дневках показали фитиль, то, что это ложный выход. Если мы смотрим с вами локальный сетап, то пока что здесь нету какого-то суперсильного объема продавца и локально тоже коррекционное движение, но не очень сильное в рамках, ну, да, где-то вот пробой у нас, понимаете, у нас уровень поддержки находится, если мы смотрим локально, где-то на 11700. Вот я и в закрытой группе писал, что, ну, с большой вероятностью, там просто очень хороший объем проходил, мы уровень 11700 будем пробивать. Нет, у нас здесь уровень 11700 удержали, и пока что мы здесь поторгуемся. Ну, и дальше, соответственно, уже отталкиваемся от всех вот этих сформированных каналов. Соответственно, с большей вероятностью уйдем на ретест. Это получается где-то 11700-11600. И в последующем уже будем, соответственно, этот уровень пробивать. Здесь я хотел бы акцентировать внимание на среднесрочное движение, потому что все-таки нам показали ложное пробитие. И в рамках среднесрочного движения, неважно, какая здесь будет волатильность, с большей вероятностью мы придем к нижней границе данного канала. Если мы смотрим еще более долго, я все-таки думаю, что должны мы с вами выйти на ретест уровня 10800 долларов. Это все-таки довольно важный знаковый уровень поддержки, пробитие которого, качественное пробитие с закреплением, нам покажет то, что вот это движение потихонечку, вот это вот все движение потихонечку будет у нас разгружаться. Следующий вопрос, который я хотел бы с вами разобрать, это вопрос тренда. Очень многие каким-то образом строят тренд-лайн. Вот по этим, вот фитиль берут, вот так, тут тренд-лайн. И типа, вот сейчас у нас аптренд. Ребята, это полная глупость, объясню почему. Открывайте любой учебник по трейдингу и понимаете, что тренд-лайн у нас строится от начала движения. В начале движения у нас находится плюс-минус там уровень, сколько? 9100, наверное, да? 9100-9300, да, 9100-9300. Соответственно, если вы строите тренд-лайн, то вы должны отсюда его начинать строить. А здесь, ну, как такового тренда. Я бы не сказал, что здесь есть какой-то четко выраженный тренд, по которому здесь стоит торговать в восходящем направлении. Нет, здесь просто идут постепенные срывы стопов, которые, соответственно, проносят движение выше. Здесь, на самом деле, ситуация отчасти похожа на ситуацию, которая происходит на фондовом рынке. Да и вообще, на самом деле, какого-то четко выраженного тренда из-за алгоритмического трендинга, напоминаю, алгоритмический трейдинг – это, соответственно, торговля ботами. Ну, давно мы с вами не наблюдали. Очень часто вот эти фитили появились на графике, ну, последние как минимум полгода, которые все время локальные стопы подсносят. Поэтому здесь я считаю, что надо работать от более крупных таймфреймов. И, соответственно, локалка, при всем моем желании здесь участвовать в локальном трейдинге, конечно, локалку я здесь пока что не рассматриваю. Что касается моих позиций, вы знаете, что большая часть у меня находится в фиате. Также у меня есть шорт-позиция, которая набиралась на уровнях 11100, если я не ошибаюсь. Следующий добор был 11700. И, соответственно, на импульсе по 12400 я тоже добрал актива в шорт. Мне говорят, что таким образом я выйду на ликвидацию, но хотел бы обозначить то, что здесь у меня вот на данный момент более там 30% до уровня ликвидации. Скажу честно, если рассматриваю ситуацию глобально, я не очень сильно верю в то, что мы там еще нас протянут на 30%. Все, конечно, возможно, но мои соображения в том, что на это вероятность ниже. Почему ниже? Теперь немножко о глобальной ситуации, потому что все-таки мы с вами наблюдаем восходящее движение без какой-либо коррекции. На это восходящее движение накидываем самую вообще, самую обыкновенную фибу, какую-нибудь даже по самому минимуму. Вот ваш уровень там где-нибудь вот тогда повыше, где у нас поддержки. Нет, вот повыше, вот так. Вот. 8300, 8400. Вот у вас получается самый, так сказать, щадящий уровень коррекции в рамках фибы. Даже если мы рассматриваем, ну давайте посмотрим. Вот всем любимый буллран, да? Вот у нас началось там движение. Ну плюс-минус, сколько здесь? Он пониже началось. На самом деле здесь как-то история не до конца, но неважно. Возьмем здесь все-таки коррекционное было мощное движение. Возьмем отсюда там восходящее движение, да? Вот вам уровень коррекции. Ну даже более чем отыграли фибу. Ну давайте дальше посмотрим. То есть вот это движение, конечно, стоит упустить, потому что это все-таки кризисное движение. Ну вот вам восходящее движение, уровень коррекции движения. То есть вот движение, вот насколько, до какого уровня оно у нас откорректировалось. Ну и вы плюс-минус можете накинуть то же самое на эту ситуацию. Ну вот вам тот уровень там 7200, который я обозначал и на стриме, и периодически обозначаю в выпусках. Это уровень адекватной коррекции. И в принципе, даже если мы с вами будем ждать тут какого-то подвога, все равно такой V-образный разворот с мощнейшим откупом без коррекции, я считаю. Ну и не считаю, это константа рынка. Без коррекции тут, ну просто не стоит и рассматривать. Плюс мы должны еще здесь также выделять среднесрочную ситуацию. Также у нас очень сильное ускорение по движению. Также здесь очень вероятно коррекционное движение в рамке, наверное, 1200... Нет, даже чуть пониже. Да, правильно, уровень поддержки 9950. Ну и можно продлить до 10300. Это в рамках среднесрока, а в рамках глобалки так вообще пропасть. Что касается ситуации по реплу, меня очень много про него спрашивают. Но опять же, наблюдаем с вами ускорение, попытку выхода за... Давайте, наверное, лучше наоборот на крупных таймфреймах его посмотрим, так будет понятнее. Наблюдаем с вами жесткое ускорение. Да, некая консолидация здесь есть, но мы такое с вами уже неоднократно наблюдали на репле. Вот опять же, жесткое ускорение, некая консолидация, снос. Ускорение, некая консолидация, снос. То есть я данным образом не хочу вас к чему-либо призывать. Я хочу, чтобы вы просто включили свою голову и понимали вообще уровень опасности всей этой ситуации. Что касается уровня коррекционного движения, я бы сначала 22 цента, 22-23 цента. Ну, от текущих, даже от текущих, это пропасть. А если мы с вами смотрим, вот нефть у нас открыта, если мы с вами смотрим от самого... Ну, хорошо, здесь фитиль, предположим, даже возьмем 14 центов, да, и где у нас консолидация? Где-нибудь в уровне 17-18. Вот 18, вот даже поменьше, 17,5. Вот вам уровень коррекции, который мы здесь вполне в глобалку можем получить. Поэтому, конечно, я еще раз обращаю ваше внимание, то, что если вы рассматриваете актив в лонг, учитывайте это, пожалуйста. Понимаете, не должна здесь перекрывать эйфория. Также небольшое уточнение, соответственно, по локальному движению. Я должен обозначить уровень максимально восходящего движения. Если мы смотрим с вами в рамках дневок, то это максимумы... Ну, вот я смотрю по бинансу сейчас, это 11,970. Ну, можем округлить, и поэтому максимум 12 тысяч. Но здесь уже также сформирован канал, и еще дополнительно мы под локальным каналом торгуемся. Поэтому, вероятное ограничение движения, это 11,900, там, с копейками. Дальше нисходящее движение на ретест опять 11,700, 11,650. Ну, и, соответственно, дальнейшие свои соображения я вам давал. Своими соображениями с вами поделился. Если они были вам полезны, поддержите данный выпуск лайками. Свои же соображения оставляйте в комментариях. Ну, разумеется, информативные. Это будет очень полезно и интересно почитать. Ну, и, соответственно, если не подписаны на канал, подписывайтесь. До следующего выпуска, друзья. Работаем.